Сегодня тепло дали в детсады, больницы, интернаты. Через пару дней батареи станут горячими в школах и поликлиниках. К концу недели отопление включат в жилых домах. Наталья Ткачук продолжит. Перед обедом активные занятия на улице. Потом в группу. Малыши переодеваются не спеша. Сегодня в детские сады дали отопление. Группы уже прогрелись. Можно не торопиться. Дети, не холодно? Нет. Точно? Точно. Вчера в этот детский сад почти 30 малышей родители не привели. Опасались похватить простуду или сопли. В группах детям надевали по две кофты. На дневной сон приносили теплые пижамы. Сегодня, как только утром дали тепло, кофточки нараспашку и вперед ползать на полу. Ванюш, тепло? Пошло отопление, да? Сегодня у нас 191 ребенок пришли. Сегодня с утра уже были тепловики. Подключили. Прям как первые на очереди были. Включили. Все пошло. Тепло пошло. По всему детскому саду даже чувствуется, что вся температура в детском саду совершенно изменилась. И я прошла по группам, с детьми разговаривала. Все. Совершенно изменилось детское настроение. Было в группе холодно, то и дело в слезы. Сегодня другое дело. Утром отопление дали во все детские сады, больницы, интернаты, дома малютки и дома для престарелых. В Тиростеплоэнерго рассказали. Запуск тепла прошел нормально. К обеду серьезных аварий не было. Объекты Министерства здравоохранения запущены в полном объеме. То есть теплоноситель подан. Там тепло есть по объектам УНО. То есть детские сады, детские дома. Значит, у нас сейчас запуск на ориентировочный 95-96%. На сегодняшний день еще работают наши бригады в северных районах республики. Это Каменка. В связи с тем, что они отдаленные, рыбница Каменка, отдаленные участки наших котельных, то есть поселом, бригады совместно с Тираспортрансгазом ездят, запускают. Всю последнюю неделю диспетчерскую теплосетей одолевают звонками. Когда же дадут тепло в дома? Квартира холодна. Отопление еще в дома не подали. Через пару дней отопление дадут в школы и поликлиники. А к концу недели тепло появится и в домах. На наладку системы дается три дня. И еще две недели тепловики будут ходить по домам, стравливать воздух из системы. Сделать это можно только сверху, а доводы некоторых незнатоков физики, закрывающих дверь перед тепловиками, мол, не пущу, стравливайте в подвале, могут лишить весь дом тепла. Воздух стравливается только с верхней точки системы отопления, поэтому нам в любом случае необходим доступ там. Работаем мы плотно, работаем с управляющей компанией. И людей тоже просим, чтобы они искали соседей по знакомству. И работаем с пабликами, то есть указываем уже в средствах массовой информации адреса, в которых у нас нет доступа для развоздушивания системы. Сейчас диспетчерские теплосети работают круглосуточно. Только в Террасполе четыре номера. Если что-то потекло, аварийная бригада выезжает даже ночью. Наталья Ткачук, Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.